Холокост начался на территории от Балтийского до Чёрного моря. Но вся эта территория, это была территория, аннексированная Советским Союзом. Восточная Польша, Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика и Миссарабия и Буковина. Или два года, или год. Вот, когда я разговаривал с людьми и спросил, а что же изменилось? Изменилось всё. Люди потеряли деньги, потеряли уверенность. Пришёл абсолютно новый строй, который сломал всё. Появилась у многих ненависть к советской власти. Частично эта ненависть неоправданно, непропорционально была направлена против евреев, которые в глазах многих местных жителей считались соратниками, сотрудниками с новой советской властью. Были на это причины. Но мы сейчас говорим о том, как это выглядит в глазах местных. И вот фильм «По дороге в Бабиер», в котором я пытался рассказать о первых днях Холокоста в Украине. Бабиер — это день номер 100. Как начинается система уничтожения евреев с запада на восток? Запад — это Галиция. Самый известный пример — это Львовский погром. Но я искал места, которые не так известны. И нашел историю в Бережанах с историком Шиманом Редлихом, который, кстати, о Бережанах написал очень известную книгу. Часть его тревоги. Вторая была уже в Польше, а третья — это первый период его жизни в Израиле. И вот он приводит меня к зданию тюрьмы, рассказывает о том, как КГБ свидетельство. Он зачитывает свидетельство. КГБ, НКВД тогда, при отступлении, не успевает отстрелять всех политических заключенных, большинство украинцев, но не только. Кстати, во многих местах, это было примерно 40 подвумок на той же почве, были и евреи в тюрьмах. Часть успевают вывезти, часть расстреливают, тела выносятся, выкладываются на территории двора, начинается подобно. Смерть евреям, смерть евреям, полякам и москалям. Вот вопрос был, а почему евреи? Почему дети, женщины? В чем они замешаны? Вот Шимон Рейдлер дает очень жесткий ответ. Он говорит, в глазах местных жителей, евреи были причастны к советской власти. Неоправданно. Но так они это видели. А советской власти уже не было. Коммунистов уже не было. Местили коммунистам через евреев. Они были здесь. Мы поехали в Тернополь. Это уже областной город. Красивый австрийский город. Если кто-то не был, я советую поехать туда. Вообще природа там. Потрясающие Карпаты. Красота. И рассказ подобный. Там тюрьма больше. Жертв, я имею в виду, расстрелянных больше. Огром больше. А история та же самая. И вот эта первая фаза. Она повторяется в Бессарабии. Она повторяется в Луковине. Она повторяется в Галиции. И в Волыни. Я имею в виду Луцк. Ее мы тоже снимали. Она повторяется в Латвии. Вот эти годы полтора. Они изменили абсолютно фазу. И отношения между властями. Я искал то, что называется точку отсчета. Поэтому обратился к Димати Снайдеру. Вы знаете его книгу «Кровавые земли». Вы знаете его книгу «Черная земля. Ахолопостя». И мы поехали к нему. В Ереский университет. Это была единственная поездка вне расстрельных территорий. Мне казалось вначале, что я даже не оправдывал. И в том, что я посоветовал вам посмотреть. Я не знаю, кто-нибудь из вас посмотрел. Дай или нет. Димати Снайдер сказал несколько вещей. Две из них актуальны к нашей сегодняшней теме. А может быть даже и три. Погнал. Как произошел вот этот, я бы сказал, сгусток нацизма, который был направлен против евреев. И он объясняет это очень четко. До 1919 года у Гитлера было четкое представление евреев. Евреи и капитализм. Айнуах. То же самое. Евреи-капиталисты, капиталисты евреи. В 1919 году происходит изменение. Германия, и вам это известно, заполняется беженцами после поражения белых в гражданской войне. Среди их, кстати, было очень много этнических немцев, которые поколениями жили на территории России. Они приносят ненависть и страх перед красной еврейской заразой. Они приносят ощущение, что большевики – это евреи, евреи – это большевики. Английский Кимотти сказал, «Евреи – коммунисты, коммунисты – евреи». Отсюда, кстати, через 20 лет появляется слоган, который ввел нацистскую пропаганду на территории Советского Союза. Жида-большевики. Мы воюем с жида-большевиками. Это был главный мотив нацистскую пропаганду. В листовках, через газеты, через радиопередачи на линии фронта, всеми доступными средствами. И вот это ощущение, которое, кстати, независимо от моего проекта, я высмотрел в уникальном фильме «Клодоландство» на Шоа, когда Рауль Хильберн сказал генеральную короткую фронту, что хотели нацисты по отношению к евреям. Сначала они не хотели, чтобы евреи были среди нас, имеется в виду немцев. Это нюрнбергские законы. Потом они не хотели, чтобы они были около нас. Это уже нет. А потом они не хотели, чтобы они были вообще. Это уже было нет. И объясняет Тимотер Снайдер. Как же произошло, что местное население принимает такое активное участие в уничтожении евреев? Антисемитизм, он был всегда. Антисемитизм исторический во многих местах, естественно. Достаточно ли его для того, чтобы устраивать эти жуткие погромы? Механизм был другой. И вот это я услышал, когда я делал, кстати, фильм о Латвии. Кранат, в которой не было истории погромов вообще. Никогда. Вот как же произошло? Советская власть приходит, она меняет всё. Старую как бы власть, бюрократию, богатые с основой элиту, она убирает. И, кстати, высылка была во всех местах из Латвии, Литвы, и Бессарабии буквально за две, одну неделю получала медики, совершенно случайно. Западная Украина за год этого, в сороковом году, были чистки, были высылки. Люди приспосабливаются, они уже работают в советской власти. Они служат этой власти. Приходят нацисты, это поворот на 180, на 180, на 180 градусов. Но лозунг, флоган совершенно другой. Мы воюем с жидобольшевиками, они виноваты во всем. Вы не виноваты. И тогда тот, кто не еврей, очень удобно, правильно и поощряюще обвинить во всем евреях. Потому что всё, что делается по отношению к евреям, это прежде всего безнаказанность. Вот знаменитый уже сегодня исторический указ о том, что все служащие, вермахти, полицейских подразделений и прочее, заранее освобождаются от любой уголовной ответственности во имя безопасности, а безопасность подразделивала, среди прочего, и евреях. Оно стало всепозволяющим. Это была первая фаза, когда погром, который, как я иногда определяю, позволяет избивать и даже убивать евреев, превращается в холокост, который требует избивать и убивать евреев. Вот это фаза мести. Два самых известных эпизода. Один, конечно, это Львовский, второй, это Павлинский погром. Но в Литве были десятки мест. Первое местное массовое убийство было, кстати, в Латвии в начале июля местными силами. Отряды то, что называется самообороны, они, кстати, были распущены довольно быстро, продолжали потом только отряд Арыса голубыми известными автобусами. Вот тогда начинается вторая фаза. Она опять-таки базируется на том же приказе освобождения об ответственности. Тотальная индустрия. Начинается уничтожение элиты и молодежи. Это западные территории. Почти очень мало кто успел бежать. Никто почти не был призн в армию. Не успели вообще многие были на подразделении. Кстати, это вы тоже знаете, оставалась еще старая граница 1939 года. То есть даже те, кто хотели бежать, до определенного момента не могли убежать и разворачивали обратно. А потом уже было после. Вот тогда начинается вторая фаза организованное уничтожение элиты. Их приглашают на совещание, на консультацию, на какие-то встречи. Вот это рассказ, который увидите в эпизоде Гогучище, к примеру, и увозят на расстрел. Подобное вы же увидите в рассказе о Луцке, то же самое вы увидите в рассказе о Беричеве и во многих других местах. Я же не снимал во всех случаях. Но самый важный момент это фаза третья. В книге Джоната Литтеля, «Благоволительница», я даю русский перевод, есть такая фраза, когда два эсэсовских офицера беседуют, и вот один рассказывает другому. Я приехал с Украины, и там идут тотальные расстрелы. Имеется ввиду всех, женщины и дети, да и женщины и дети. Вот это была уже фаза, которую мне было очень тяжело понять. Она была. Вот идешь с места на место, есть у тебя данные, в Ятвашем сегодня есть Кенингсайдс, список сотен мест, более тысячи мест, статистика уже есть. Подробно, что, когда, сколько, ну, а вот почему? И я первый ответ я получил в Минском гетто, вообще в гетто на территории Беларуси. Вообще, почему там оставили гетто? Вот фронт ушел, восточную Беларусь очистили, извините за выражение, а в Западной Беларуси оставили, и в Саде оставили на территории Минского Советского Союза несколько крупных гетто, которые существовали до конца, до осени 43-го года. Это Рига, это Каунус, это Минск и Львов. В Минском гетто было 100 тысяч человек. И вот здесь появляется Беларуси, который объясняет ему, где снайпер. То, что в наших глазах выглядело, как близ Крига, для Гитлера это уже было понятно, что в тот момент, когда он пошел к Киевску операцию, уже близ Крига нет. немецкая армия на Восточном фронте должна была корниться массивно, в отличие от нескольких других тендерров. Все, что есть, собирали, грабили, селы, но собирали. А что делать евреями? Уже философия, что евреи не должны быть с нами, уже работала. Отделение евреев от остального населения, оно уже было автоматическим. переселяли в те районы, где было созвратно точие еврейского населения, переселяли всех. Так сделали Минское гетто, так сделали Рижское гетто, так сделали Винницкое гетто. Была одна и та же система. Наступает август. Что с ними делать? Это уже территории советских. Мужчины на фронте почти все или уехали заводами. Остаются действительно старики, женщины, дети. Их надо кормить, они уже ничего делать не могут. Это уже не те работоспособные молодые, как в Западной Беларуси, которые могли работать в простые профессии. Сапожник, столер, слесар, стекольщик. Минская обеда была оставлена прежде всего, потому что надо было перешивать и готовить зимнюю одежду. Немецкая армия не была готова для этого. Нужно было из того, что есть, все это перелисовывать. Рассказы, которые я снимал, когда приходит раз австрийских евреев в ноябре-декабре 1941 года, это уже были первые расстрелы западных евреев еще до уничтожения на территории Польши. Были транспорты в Ригу, Каунас и Мицк в три адреса. Примерно 65 тысяч западных евреев было расстреляно. И вот одежда, которую собирают у них, она идет потом на нужды армии. Так вот, что делать? И вот тогда появляется идея кормить ненужно, нужно избавляться. Для того, чтобы было избавление, нужно было изобрести систему, которая была проблематична. Это расстрельная, кровавая, психологически очень чиплая система. Немецкие солдаты сходили с ума. Мозги, кровь, это было жутко. в Крыму потом открывали санатории, куда посылали солдат для лечения после расстрельных раз. И тогда генерал СС, который был главным полицейским Украины, по имени Фридрих Екельн, придумывает систему Сардин. Не выстраивать людей, что на каждого нужно два солдата или два полицаи, или два местных полицаи, а укладывать их на землю. Расстреливать и потом следующая порция валится на них. И вот эта система была использована, кстати, в Бабе-Веру. Бабе-Яр, кстати, был еще одной точкой. До него уже вся система тотального расстрела была вестна, опробована и в Виннице, и в Бердичево, и в Житомире, и в других местах. Впервые, кстати, в Каминск-Побольске первый массовый расстрел, в Румболе, в Риге, то же самое, куда Екель был переведен. И тут я хочу пролететь и долго. Вся эта система, она была идеологически мотивирована нацистами сверху. Она нашла очень четкую и мотивированную поддержку кризиса. Если бы коллаборационизм первую часть, например, Украина и другие места, не был бы в тех масштабах, которые были на самом деле, на одного немецкого полица или солдата было 7-8 мест. Вряд ли немцы могли бы найти евреев, отделить евреев, охранять евреев, вывезти евреев, потом заняться всей этой войне. я очень-очень прощаю эту но в итоге в последние 60 секунд я бы сформулировал это. Была четкая нацистская не сформулированная убедила. Евреи виноваты во всем. Они и капиталисты, и коммунисты. Это ультимативное зло, новое зло. Это зло должно быть уничтожено, потому что оно нам, арийцам, мешает дышать, мешает жить. Был в этом очень большой элемент коммерческой зависти. У евреев бизнес в Берлине, Варшаве, Бухаресте, в Риге и вообще в любом месте. То, что в еврейских глазах считается удачей, местижностью, приспеваемостью, в глазах неевреев это вызывало зависть и зло. И в итоге сочетание идеологического интереса и практического интереса привело к тому, что к концу 1941 года расстрельный холопост, это не мои слова, это слова Патрика Девы, привел к смерти почти миллиона советских евреев. И он же доказал, насколько эта система неэффективна, болезненна, дорогостоящая и уже в декабре 1941 года был разработан план, который по юридической причине нам известен как раздельская конференция, она должна была состояться в декабре, план массового уничтожения в лагерях. Спасибо за внимание. Я также хотел сказать большое спасибо Борису за очень интересное выступление. И, ну, вообще, тема колокост очень сложная тема. И, может быть, прежде чем перейти к следующему выступающему, у меня будет один короткий вопрос, если позволите. Натан, будет у нас время для одного короткого вопроса? Ну, буквально на две минуты. У меня лично возник вопрос Борису, Борису, очень важную здесь тему, тему коллаборационизма. Я в свою бытность был также экскурсоводом в Израиле. И вот если вы помните, я знаю, что Борис в Израиле уже очень много лет, большинство наших выступающих хорошо знакомы с музеем Катастрофы, музеем Колокоста Ян Пашен. Если вы помните старую, так сказать, экспозицию в музее Колокоста, мне кажется, там больше внимания для скаллаборационизма. Сегодня в новой экспозиции практически, ну, на мой взгляд, об этом практически ничего нет. Поэтому у меня будет такой вопрос к Борису, что он думает по поводу того, насколько вообще обещается. Ну, вот если можно буквально две минуты. Я не могу сказать, кто и как освещает эту тему, потому что она сегодня суперполитизирована. То есть, в принципе, если, допустим, я говорю, я цитирую доступные источники, знаете, как говорят у нас Алсимы Короцари. У нас сегодня Венгрия, Литва, Молдова, Румыния меньше, Украина в очень большой степени, Латвия в определенной степени, но Польша, естественно, особенно после последней книги Гробовского о польских полицейских. Мы находимся вообще в ситуации, что вся версия Холокоста, она намного ближе к тому, что я рассказал, а я всего-навсего цитировал Тимоти Снайдера и еще другие источники. Если можно сказать в этом форуме, подумайте сами, не через декларацию, а если бы не было коллаборационизма, ну откуда в Ростове немцы знают, где живут евреи? Откуда? Откуда в Харькове они знают, где живут евреи? речь идет о примерно тысяче мест на территории Советского Союза, где были расстреляны акции. А когда я говорю место, если это Рига, это пять разных мест, я его считаю как одно. А место я тоже считаю как одно место. Поэтому все начинается с того, что была идея, но у этой идеи были партнеры. И вот о том, кто они, как они, на мой взгляд, сегодня очень больно и очень, я бы сказал, почти недоступно по разным политическим причинам обсуждать. Давайте говорить серьезно. Вот можно сегодня прийти к Венгельскому премьер-министру и сказать вот то, что было в Жилетной Гвардии, когда еще до того, как немцы в 1944 году местные уже топили евреев в Дунае, давайте мы будем об этом говорить все расследовать. Вряд ли. Это один из примеров. Поэтому то, что мы говорим, это наше понимание. Знаете, я завершаю фильм по дороге в бар Мияр одной фразой Тимоти Снайдера, где ее я повторяю. Последнее, что евреи в Украине, в Литве, в Латвии, в Молдове, во всем месте помнят и видели соседние. Это то, что они помнят. Они это унесли, они не рассказывали. И вот книга Ванна Гайки и Зурова, наша, она же тоже об этом говорит. Когда я спросил, она хотел очень, чтобы я сделал с ней фильм о Латвии, мне приятно об этом говорить, о Литве. она выступала на Сен-Азуров. Но Зуров мне сказал, Боля, никто с нами не был готов говорить на камеру. Они были готовы, чтобы мы их анонимно записали, но на камеру никто ничего не скажет. поэтому на ответ на ваш вопрос, мы очень мало знаем, что же было за жизнь. На территории Советского Союза под оккупацией было от 60 до 70 миллионов советских граждан. Были школы, были институты, были трамваи, были рынки, были больницы. Мы ничего об этом не знаем. Часть этой жизни, Холокост это маленькая часть этой жизни. Была громадная война, Холокост это маленькая часть войны. Для нас она, как увеличительное стекло, она все выделяет. Поэтому, на мой взгляд, чем больше мы пытаемся узнать, тем больше вот этих секретных ящичек в сейфе открываются для нас. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Добрый вечер, всех приветствую, присоединяюсь к оценке Натана всех выступающих. Борис, хочу поблагодарить и сказать, что я посмотрел все фильмы, оставили глубочайший след, как, собственно, и сама личность Бориса между нами. Единственное, что, может быть, я хотел добавить, может быть, это подчеркнет важность последней темы о коллаборационизме. я помню, в Киеве 15 лет назад, может быть, немного больше, я работал там в качестве посланника Сахнута, и вот приезжает делегация молодых людей, все в военной форме, это военная делегация, 200 человек, ведут их в Бабий Яр, там выступления, что это не должно никогда повториться и так далее, у нас есть сила. И я слышу молодые люди, солдаты, офицеры в основном, они разговаривают между собой и говорят, а почему же они не бежали? И я тут понял всю глубину, всю проблематичность и необходимость той работы, которую делает Борис, особенно последней темы, которая была поднята об участии, скажем, народов, других народов в катастрофе того, что с нами произошло. Но это как бы моя реакция на выступление, которое очень-очень, конечно, понравилось. Я хочу очень коротко напомнить работу Арнольда Тоймбе, историка английского, который, скажем, работал в начале 20 века, его самая большая крупная работа это работа об этносах. И он задается вопросом, почему этносы отмирают через какое-то время. И он исследование противоречит истории еврейского народа, который не отмирает. Тогда Тоймбе он вводит понятие окаменевшей этнос. Окаменевшей этнос в том плане, что сновья Израиля должны были умереть давно, как народ. Отмереть. Они достигли своего пика, как другие народы, они выдали на гора христианство, после этого они не нужны, они должны были отмереть, они не вымерли, они окаменелые этносы. Теория Тоймбе начала рушиться в 1948 году. Тогда он сказал, что окаменелый этнос, он остался окаменелым, но только впрыснули в него новую какую-то кровь искусственно, это новая кровь, это катастрофа. Надо сказать, что Тоймбе потом раскаился во всех своих идеях, он вообще хотел принять Геюр, это недостоверно, но вполне возможно. Но что важно, что Рав Яков герцог, который был послом в Израиле, он вызвал Тоймбе на диспут, и он дал ему ответ. Он ему рассказал всю историю еврейского народа, он рассказал ему о значении евреев на протяжении всей истории и сейчас, и закончил словами псалма царя Давида, буду жить и не умру. Это то, что дает нам силы, жизненные силы, перспективу самоуважения, понимания своей роли в истории и безусловно, конечно, надо, безусловно, конечно, нужно изучать и катастрофу, и то отношение народов, и те выводы, которые они делают сегодня. Надо сказать, что катастрофа это как бы краеугольный камень сознания всех народов, потому что, если кто-то помнит, на смене эпох, на смене тысячелетия, период наступления 2000 года, главное, то, что пытались сделать, это осмыслить мировые войны, и самая главная катастрофа, это то, что не дает покоя народам мира, это то, что будет крутиться у них в головах всегда, и они будут делать самые разные выводы, и часто они будут обвинять жертву, что она сама виновата, это все понятно, как бы, да, грубо говоря, несколько, да, это не наше дело, мы должны поставить сами себя перед лицом мирового сообщества, для этого мы должны сами понять, кто мы такие, и свои права, спасибо большое, надеюсь, я не задержал, спасибо большое, Розаев, спасибо, было очень интересно вас услышать, в особенности вы упомянули Арнольда Тойнбей, я в свое время еще в мою бытность, ну, тогда Санкт-Петербург еще назывался Ленинградом, когда я учился на географическом факультете ЛГУ, я учился у автора очень похожей теории Ивана Николаевича Бумилева, который в своей книге этногенеза биосферы земли, мой учитель, в своей книге этногенеза биосферы земли, как мы знаем, евреев упоминают всего три раза, и когда я спросил уже у его ученика, я на тот момент уже был религиозным евреем, я учился на втором курсе ЛГУ, я спросил у его ученика, профессора Иванова, в чем причина этого, он ответил мне очень просто, евреи, согласно теории этногенеза это не этнос, а это суперэтнос, то есть это как европейские народы или китайцы, то есть по сути происходит очень интересная ситуация, при которой Тойнди и Гумилев не могут нас вписать в некую общую цивилизационную рамку, там у Гумилева, согласно его теории профессионарности, это около двух тысяч лет, полный цикл, а мы не вписываемся, поэтому происходит в каком-то смысле, я думаю, вы со мной согласитесь, парадоксальным образом, они правы, мы действительно не вписываемся в эту общую цивилизационную рамку, ну в каком-то смысле, наверное, это верно, вы знаете, у меня будет к вам немножко парадоксальный вопрос, я с очень большим вниманием интересный, если можно, я одну секунду отреагирую, да, Пожалуйста, Гумилева, вы очень интересно упомянули, я его тоже читал еще в бытной Советском Союзе, в подпольном таком, таком, об этносах, и он называет евреев разрушительным этносом, очень интересно было бы с вами это обсудить, но просто сейчас в качестве, в качестве замечаний и дальше я вас слушаю, спасибо большое. Спасибо вам, и у меня будет к вам вопрос, если можно, если вы позволите, он немножко, немножко провокационный, я люблю провокационные вопросы, вопрос такой, вы упомянули в своем выступлении, в общем-то, я сейчас правильно вас понял, идея о том, что Израиль в каком-то смысле, конечно же это ответ, в том числе ответ на катастрофу, и у меня вопрос будет такой, ну вот, например, я просто поделюсь своим впечатлением, своим отношением, я никаким образом не претендую на то, что я прав, есть такой проект, очень известный марш живых, и вы знаете, у меня была возможность несколько раз в этом проекте принять участие со студентами, я этого не делал, и не делал я это по причинам, потому что у меня очень глубоко эмоциональное отношение к теме катастрофы, и мне довольно сложно вообще приезжать и видеть вот эти места массовых захоронений, ну это моя личная вещь, но случилось так, что как раз тот год, когда я не поехал со своей группой, YouTube взорвало, в общем-то, несколько таких видеороликов, где были показаны молодые израильтяне, которые, в общем-то, используют эту возможность, в общем, ну как просто потусить, и это вызвало замущение большого количества людей, которые действительно пережили катастрофу, и в каком-то смысле цель и идея этого проекта, она прекрасная, она показать, что вот мы живы, Израиль – это ответ на катастрофу. Что с вашей точки зрения, как на это отравили? Действительно, можно ли так говорить о том, что Израиль – это ответ на катастрофу, или тут есть какие-то проблемы с этим у нас? – Мне кажется, вы поднимаете еще один пласт, который сейчас очень трудно затронуть. Все, что вы говорите, это очень правильно и очень-очень болезненно воспитывает, скажем, Израиль – ответ на катастрофу. Что бы то ни было, может быть, каким-то ответом, если мы занимаемся проблемой воспитания, осознания. В противном случае мы приходим к неверным выводам или, как вы говорите, совершенно просто к циничному отношению, который та же безграмотность в основе. И единственное, я могу сказать, что Израиль действительно может быть ответом на катастрофу и ответом на другие проблемы и вопросы только в одном случае. Это в случае развития национального сознания, правильной оценки своей истории и прошлого, и видения перспектив. Только в этом случае. К сожалению, я очень критически настроен по отношению к системе образования. в любом случае, который существует в Израиле, будь то религиозная система, будь то нерелигиозная система. И результат мы видим, совершенно правильно подчеркнули, очень болезненный момент. Конечно, быть ответом на что-то можно только в том случае, если понимаешь, откуда ты и куда. Спасибо. Большое вам спасибо. И было очень интересно вас слушать. Мы передаем слово нашему следующему выступающему, Михаму Симоновичу. Пожалуйста. Добрый день. Я хотела сказать пару слов в связи с заявленной темой, в основе которой было то, что возбудило некоторое противодействие со стороны Натана, а в отношениях христианства и еврейства и в мере ответственности, скажем так, христианства или христианского мира. И вообще это поднимает еще один вопрос о том, насколько правомерна какая-то коллективная ответственность в принципе. Можно ли сказать, что христианский мир целиком ответственный за катастрофу? Можно ли сказать, что евреи местечковые были ответственны за то, что они поддерживали коммунистов? Подобные вопросы все время возникают в общем пространстве дискуссии, в которой мы находимся постоянно, более-менее с ними соприкасаясь. И мне хотелось тут привести некоторое важное, на мой взгляд, различие, которое поможет немного расставить на места какие-то базовые понятия в этом отношении. После катастрофы в еврейской философской мысли возникли новый подход к определению отношений. Среди философов после Второй мировой войны появилось не только у одного философа, а у многих, но больше всех, конечно, у Мануэля Левинаса это понятие «другой», отношение с другим. И это понятие рассматривается в контексте ответственности. Первый раз, когда встречаемся с искальством Левинаса о том, что я несу ответственность за того немца, который вывел меня на расстрел, в первый момент волосы встают дыбом. Такое невозможно сказать. Как можно обвинять человека в том, что, как мы говорили, обвинять жертву, например. Но в данном случае не идет речь о вине. И я хотела именно вот это прояснить, что есть большая разница между виной и ответственностью. Человек, когда он вырастает, когда он еще маленький, он больше восприимчив к пониманию понятия вины. «Я сделал что-то плохо, я виноват, я не знаю, как исправить, меня накажут». Постепенно вырастая, он понимает, что вина – это только часть вопроса. На самом деле человек не всегда виноват, но в очень многих случаях он несет ответственность за то, что с ним происходит, за то, что происходит вокруг него. И прежде всего ответственность за тех людей, с которыми он вступает в отношения. И даже с теми, с которыми он не вступает в отношения по философии Левенаса, например. И в этом смысле, когда мы рассматриваем отношения между различными странами, различными культурами, различными народами, очень важно перенести вопрос от вины к ответственности. Изменить терминологию, изменить подход. Это не значит, что не нужно наказать виноватых. Это важно найти виноватых, важно их наказать. Но понимание ответственности, оно относится ко всем участникам событий. То, что христианский мир допустил такое в своей среде, есть к этому, как ни странно, на мой взгляд, ответственности евреев. Так что катастрофа, которая случилась в 20 веке, она каким-то образом, в отличие от других катастроф, мне кажется, направила немножко подросший мир в другом направлении. Не в направлении принятия вины, а в направлении осознания ответственности. Я понимаю, что мир еще не окончательно для этого созрел. Например, можно посмотреть на то, что сегодня происходит в Америке. Я думаю, это очень заметно, что некоторые эстеблишменты, большое количество народу, очень хотят побить себя в грудь и сказать, мы виноваты, мы принимаем свою вину. Братцы, это не то, что от вас нужно. Вы должны были взять на себя ответственность. Вы посмотрите, где там что не так с ответственностью произошло. Бить себя в грудь, становиться на колени, это не решение вопроса. Я так понимаю, что наши следующие ораторы затронут тему христианских корней, вины, чувства вины. Ведь я думаю, что это не случайно, что это появилось именно в христианской цивилизации. Это затронуто именно, так сказать, в контексте христианской цивилизации. Потому как, ну, собственно, в свое время об этом говорил Эрик Фром. Я сейчас не хочу выступать как лектор. Это не моя функция сегодня. То есть я хотела как можно больше сократить свое выступление, но в данном контексте просто гораздо более ясным становится еще и вопрос коллективной ответственности, например. Коллективной ответственности ничего ужасного вине нет. Коллективная вина – это проблема, да? Если мы возлагаем вину на целый народ или на всю культуру, это одно. А когда мы говорим об их ответственности, эту ответственность нельзя возложить. И когда человек промолчал на собрании, или даже не поднял руку, или поднял руку, то, что касается, например, сталинских преследований, они не доносили, они сидели молча, да? Но несли ли они ответственность? Конечно, они несли. Вины их не было, может быть. Он маленький человек, что он мог сделать против всей машины? Но ответственность есть. Мне кажется, это очень важное различие, которое мы должны осознать. И я думаю, что философы 20 века очень много сделали в этом направлении. Потому что мы начали осознавать нашу ответственность за то, что происходит в мире, как отдельные люди, так и... Я очень согласна с Рамом Мешковым, что одним из первых шагов направления понимания своей ответственности надо понять, кто мы такие, что на нас возложено. И тогда более-менее становится понятно, что нам следует делать. Постепенно. В первую очередь я хотел задать вопрос, почему вообще событие, может быть, столь важное для евреев, когда погибла треть еврейского народа, значит, но все-таки не будем забывать, сколько вообще человек погибло в течение 20 века во всех страшных войнах, катастрофах, которые были. Почему мы выделяем это событие вообще? В чем его особенность? Как бы, ну, ответ, что здесь происходило некое пономерное систематическое уничтожение целого народа, геноцид и так далее, он отчасти, конечно, что-то объясняет. На самом деле, мне кажется, что здесь причина более глубокая. Я возьму, начну с первого своего тезиса, который, конечно, нужно доказывать, который нужно, что мера ответственности за те несчастья и бедствия, которые происходили в 20 веке, на Израиле, на евреях, ничуть не меньшее, чем на народах мира, на тех же перечислявшихся всех народах и так далее. Я очень много тоже, я большое спасибо Борису за потрясающее важное выступление, которое было вначале. Я тоже очень много путешествовал по Украине, очень много разговаривал с украинцами про Холокост. Для меня было очень важно понять, как они к этому всему относятся. И, значит, тут есть действительно очень, это очень серьезный, очень большой вопрос, потому что то, что произошло, значит, как бы сказать, я не склонен возлагать вину, по крайней мере, точно, на жертву и говорить, что или сопутствовали коммунистам или еще что-нибудь в этом роде, но это есть тысяча объяснений, и вообще не стоит об этом говорить, потому что это как раз самый неинтересный вопрос, а вопрос действительно настоящим интересный, что евреи являлись составной частью всей этой истории. Они являлись не, значит, каким-то случайным, случайной жертвой, которая вдруг ни с того ни с сего оказалась, значит, так сказать, которые воспользовались какие-то нехорошие люди. Они являлись такой же частью, я говорю сейчас одни, потому что в некотором роде мы сейчас находимся с вами в другой исторической фазе, я не могу даже вот так сказать, мы, значит, говоря о евреях начала 20 века, потому что мы уже живем в другую историческую эпоху, и в некотором роде поэтому мы можем действительно брать на себя часть ответственности, но мы совершенно, совершенно другая реальность, чем та реальность, которая была сто лет назад. Вот, теперь я хочу попробовать ответить на вопрос, который здесь тоже задавался, и задавался Натаном сейчас, когда он ко мне обратился с предложением высказаться по этому поводу, что же, собственно, произошло, то есть этот главный вопрос, который я хотел затронуть, и как человек, который занимается философией, и историей, как философией, то есть историей мышления, истории цивилизации, что же, собственно, произошло, что произошло в 20 веке. Ответ, который у меня есть на этот вопрос, он, безусловно, требует доказательства, и он очень субъективный, я не хочу ни в коем случае его никому навязывать, и у меня нет сейчас времени его подробно объяснять, аргументировать, и тем не менее, я, так сказать, могу сказать свое мнение, что произошел свом той цивилизации, которая развивалась на протяжении двух тысяч лет. То есть, вот, на самом деле, ведь не случайно 90% евреев всего мира оказались вовлеченной именно в европейскую христианскую цивилизацию. Она охватывает все ветви христианства и католицизма, и православие, и протестантизм. Почему именно там? Ведь еще совсем недавно, ну, скажем, в нашем историческом масштабе недавно, там, тысячи лет назад подавляющее большинство евреев жили в мусульманском мире. Такие же 90%. Значит, а сейчас вдруг 90% оказались в этой христианско-западной цивилизации. Почему мы там оказались? Потому ли, что там нас не уничтожали или еще чего-то в этом роде? Нет, все значительно было более сложно. Я не хочу сейчас даже выдвигать разные гипотезы, это очень большой вопрос, почему так сложилось, что 90% евреев оказались в христианском мире? И, тем не менее, ответ мой состоит в том, что в некотором роде история происходила там. Вот история была когда-то, раньше, многие недооценивают Ислам, говорят, что Ислам это что-то, Ислам это великая цивилизация. соответственно, вот когда Ислам находился на фазе своего, ну, состояния высокого развития, совершенно понятно, что в каком-нибудь 11, 12, 13 веке Ислам превосходил христианство по всем параметрам. Техника, наука, что хотите. Значит, и почему-то тогда евреи находились в исламском мире. Но, что это значит, что евреи такие вот проныры, хотят все время быть там, где самые великие открытия делаются, и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что это другая причина. Я совершенно не склонен считать евреев, ну, не на, извините, просто не на один процент умнее или лучше, или чего-то в этом роде, чем другие. С моей точки зрения, все человеческие достоинства распределены в мире, ну, практически почти равномерно. Но у евреев есть своя особая историческая судьба. И евреи, эта историческая судьба, она вот уже была сформулирована мной в том числе, да, это и Нахама, и Рамзеевамешков, и, в общем, это как бы есть определенная функция, определенная миссия, что ли, в чем она состоит, мы можем по-разному это определять. И поэтому нет ничего удивительного, что в момент, когда история жила там, когда история жила в Багдаде, в Дамаске, в Кордове, евреи жили там же. А когда история переместилась в Германию, в Польшу, в Россию, и евреи переместились, это очень сложный процесс. Мы не знаем, что произошло с евреями, которые жили, скажем, на Востоке. я занимался изучением истории бухарских евреев, там просто исчезло, там исчезло огромное количество евреев, там все данные, что там было очень большое еврейское население, оно просто вдруг исчезло в течение нескольких столетий. Что с ним произошло, они приняли свам, их кто-то убил, мы ничего про это не знаем. Но, тем не менее, основная энергетика еврейская, она переместилась в Европу. И вот, что произошло в 20 веке. Европейское еврейство погибло, да, оно было насильственно уничтожено, оно было уничтожено, изгнано, потом в этом я, прошу прощения, обвиняю, если говорить об обвинениях, не только нацистский режим, но и большевистский режим, потому что методы уничтожения были разные, но сам факт еврейства Европы закончилось. Вот, и это также обозначает косвенно такую жесткую вещь, как завершение исторического развития Европы. Тут я парадоксальным образом согласен с тем изначальным тезисом, который я должен был оспорить, из того, что мне отдал Натан, что, мол, европейцы, я ни в коем случае, мне кажется, это просто бредом, обвинять европейцев, то, что они такие вот антисемиты, и что они так ненавидели евреев, это абсолютно не соответствует реальности, они ненавидели и любили, там самые разные вещи были. Если говорить о реальном конфликте, он там, несомненно, был, и поэтому, конечно, много кого можно в чем обвинить, но, тем не менее, факт состоит в том, что эта катастрофа, она является катастрофой для европейской цивилизации, а не только для евреев. И европейская цивилизация это чувствует своими внутренними, так сказать, какими-то нервами, и поэтому они понимают, что то, что произошло, у меня есть много друзей, моих коллег, философов Германии, я много-много раз с ними говорил, куда исчезла немецкая философия, ведь в начале 20 века почти вся философия находилась в Германии, куда она исчезла. Как ты можешь нам задавать этот вопрос, как вообще возможно, чтобы у нас осталась какая-то философия. Нету никакой Германии. Тя Германия, которая есть, это некая материальная оболочка той Германии, которая там была примерно 100 лет назад. Что же произошло? Произошла катастрофа европейской цивилизации. Теперь, я хотел бы, чтобы из моих слов никто не делал таких, каких-то космических выводов. я говорю сейчас всего лишь так же, как и Тойнби, который, кстати, очень люблю, несмотря на все его прегрешения перед еврейским народом, что он никак не мог, мы не поместились в его теорию, ну что делать? Вы, представьте, ученого, который вот какие-то факты, ну не помещаются в его теорию, ну что ему бедному делать? Ну он отворачивается от этих фактов, он из чего-то идет. Тем не менее, у Тойнби есть еще много очень глубоких идей. Так вот, значит, европейская цивилизация, она дошла до определенного пика, максимума, и сейчас начало что-то новое. И поэтому, мне кажется, что сейчас вопрос вообще как-то иначе нужно ставить. Не то, кто виноват, и даже чья ответственная. А что дальше делать-то будем? Потому что, смотрите, ну вот, конечно, смотрите, что происходит сейчас, прямо сегодня. Вот, с одной стороны, значит, мы, тут кто-то говорил, а, что вот наказание Европы, за то, что они так нехорошо пошли все время, что к ним пришли мусульмане. Ну, в этом есть некоторая доля логики, но она совершенно не в том, что наказание, а в том, что просто начинается новый подъем мусульманской цивилизации. Она, я очень много посвятил времени изучение ислама. Не нужно наивности. Ислам, это очень мощное, для того, что в исламе имеется очень большая правда, очень большая рациональность, очень большая логика. И кто уж запросто воспользуется по-хорошему при развитии, определенной стадии развития всеми результатами достижения европейской цивилизации, это мусульмане. В приказке все воспользуются, но при этом они отбросят тот элемент безнравственности, порочности, луживости, которая, тем не менее, европейская цивилизация в себе всегда содержала. А мусульмане сумеют это преодолеть. А теперь, что из этого следует? Что срочно нужно всем принимать ислам? Из этого следует только одна очень простая вещь, что нужно немножечко более тонко относиться к другим. Вот раз уже вспомнили Левинаса. Ну давайте начнем с европейцев. Европейцы, да, они очень много плохого нам сделали, но ведь они оказались в той территории убежища, которое, когда они правда привели к тому, что мы вынуждены были стать этим убежищем, то есть не они, а Рим, но диаспорта еврейская еще до всякого Рима уже была там в Европе. Это было убежище. Но вот я знаю, что многие обвиняют поляков. Я объездил вдоль и Польшу в том числе. И как можно обвинять поляков, если вспомнишь, что 500 лет все евреи Европы 500 лет это была единственная точка, в которой вообще можно было находиться по-нормальному. Ивреи имели право носить оружие, защищать себя, строить города, не носили никаких знаков. Вообще вся совершенно другая была ситуация. Но дальше мы оказались с ними в конфликте тоже. Что еврея Польши, когда Польша стала независимой в 1918 году, после этого, что произошло евреям Польши. Но это отдельный вопрос, сейчас не об этом разговор. Разговор о том, что европейцы и христианство это наше порождение. Не европейцы, конечно, европейские народы, они без всяких евреев, это проще народов мира. Но христианство это еврейская секта, которая оказалась, это то, что они смогли, как они смогли воспринять монотеизм. Они христиане восприняли монотеизм именно таким образом. Можно говорить, что в этом есть какие-то недостатки, есть элементы языческих, но это то, как они восприняли, кто в этом виноват, я не знаю, я думаю, что никто. Но ответственность, пока часть нашей лежит, потому что это еврейские миссионеры, еврейские какие-то христиане, диктанты пришли к ним и рассказали им об этой религии. Они не сами ее придумали. И поэтому они оставили в себе Израиль и Верхий Завет, так называемый, в качестве своей части. Ответственность наша лежит за этом полностью. Поэтому нужно понять, диалог между иудаизмом и христианством это не диалог такого рода, что давайте наконец будем дружить. Это чепуха. Никакой здесь дружбы не будет. У нас во-первых есть такие претензии взаимные, серьезные. Во-вторых в чем тут дружба? Это вообще некий детский сад. Но у нас есть очень серьезные отношения. У нас есть очень серьезная совместная история. И эту историю абсолютно необходимо как-то рассмотреть, обдумать, проанализировать. Еще раз да если бы не европейские христиане разве здесь в Израиле мы могли бы существовать хоть не знаю там 10 лет. Это чепуха. Даже и мысли об этом не может быть. Потому что евреи в Израиль принесли европейскую цивилизацию. Они принесли европейские методы хозяйства, методы экономики, методы управления обществом, методы власти, политическую систему. Все принесли из Европы. А вовсе не из древнего Израиля, а именно из Европы. И мы часть Европы, мы просто продолжение Европы. Но мусульманским миром нам необходимо выстраивать какую-то систему отношений. не только в том смысле, что давайте не обижать друг друга, но нужно понять, потому что ислам тоже возник из иудаизма, но иным способом, но иначе, но это тоже наше порождение. За порождение, господа, нужно отвечать. следовательно, мне кажется, что у нас вообще нет никаких шансов, извините, за пессимизм некоторый вообще на историческое будущее, если мы не установим какие-то нормальные взаимоотношения с другими народами, и с христианами, с мусульманами, а есть еще и дальневосточные народы, у которых свои собственные какие-то историческая судьба своя собственная и так далее. Илья, я бы хотел, если секунду, остановитесь, каким образом ислам порождение евреев? Можете это пояснить? Илья, только, пожалуйста, очень коротко, я дико извиняюсь. Конечно, я просто скажу, я вам предложу просто к источникам обратиться, я, конечно, не могу это говорить, это просто совершенно самая очевидная вещь, если просто изучать историю ислама. Первая самая история ислама, во-первых, это, собственно говоря, Медина, Медина, город, в котором, ислам, это еврейский город для начала, ну и вообще все там источники Мухаммеда и все прочее, там было некоторое количество евреев-христиан, христиан, не ортодоксальных христиан, а часть в Аравии, но евреи, так что, ну это все хорошо известно, описано, нужно просто подобрать книжки подходящие, ну, я могу, если надо, потом дать ссылки биографические. Да, если можно, дайте, пожалуйста, спасибо. Мне бы хотелось сказать пару слов, ну, очень коротко, потому что это, в общем, общее место уже о христианско-еврейском взаимодействии, которое было начато с доктрины Фомы Аквинского, то есть, это 13 век, что церковь Новый Израиль, что роль мессианского народа перешла к христианской церкви, и евреи, которые не признали ихнего Машеха, должны жить в изгнании, демонстрируя фактом своего существования, как плохо бывает народу, который не признал в рабе Ешуа Машех. И в рамках вот этой вот доктрины Фомы Аквинского, которая отнюдь не подразумевала уничтожение евреев, мы оказались единственным религиозным меньшинством Европы, которая пережила средние века и выжила в дихотомии крещения и уничтожения. То есть, так сказать, все другие народы, все другие религиозные течения в Европе так или иначе были вынуждены или принять христианство, или быть уничтоженными. Дальше в христианстве возникло движение Лютера, которое с точки зрения своих вот принципиальных основ явилось возвращением к Ветхому Завету, возвращением к собственным корням, попыткой, так сказать, очистить христианство от каких-то таких на взгляд Лютера вредных и неправильных искажений и вернуться к тому, что основа христианства это Ветхий Завет и, так сказать, к нему надо приблизиться. При этом Лютер рассчитывал, что евреи массово вернутся в лоно христианской церкви, потому что эта новая реформированная христианская церковь возвращается к Ветхому Завету, возвращается к Торе. Но, к сожалению, для Лютера это не произошло и конец его биографии ознаменован различными антисемитскими высказываниями. Девятнадцатый век в Европе везде явился в той или иной мере веком освобождения от такой вот доминирующей роли христианской церкви. И катастрофа, она, по сути дела, стала реальностью в обществе, где христианский антисемитизм остался, а само христианство, как главная доминанта общественной жизни, исчезло. Причем там, где христианство оставалось достаточно укорененным в обществе, ну, вот, примеры, да, что еврейских детей в Польше спасали в католических монастырях. Вся община болгарских евреев, 50 тысяч человек, была спасена в религиозных деревнях. Праведники мира часто это были люди, сохранившие свое христианство, в качестве таковых немецкий католик Антон Шмидт, унтер-офицер немецкой армии, спасавший евреев Вильнюса, или шведский протестант Рауль Валенберг, спасавший венгерских евреев. Ну, по сути дела, в каждом народе Европы были и праведники, и активисты катастрофы, и если почитать материалы Эвианской конференции, то тут вот нельзя не согласиться, что с тем фактом, что все народы мира без исключения приложили свою руку к возможности осуществления катастрофы. Последние две фразы, что антиизраэлизм, антисионизм сегодня это подсознательное желание человечества организовать вторую катастрофу путем ослабления Израиля, размывания его еврейского характера и прямой поддержки различных арабских режимов. Мир и хочет и боится увидеть в Израиле пути решения глобальных проблем человечества. Большое спасибо, Ури, было очень приятно вас слышать и прозвучал целый ряд довольно интересных идей и ну вот мне кажется одна из интересных идей, которая прозвучала, которая требует наверное отдельного рассмотрения, в общем-то затронули тему христианского сионизма, ну на эту тему вообще на русском языке практически даже нет литературы, вот такая очень известная в Америке книга Standing with Israel, автор которой как раз представитель этого движения, но как раз завтра в нашей дискуссии с профессором Миламедовым мы затронем, говоря об истории Иерусалима, мы затронем в том числе тему христианского сионизма, я думаю это достаточно интересная тема, о которой у нас по целому ряду причин довольно мало говорят. Вообще было очень интересно вас слышать, большое вам спасибо. Маленькое замечание, лично для меня одну фразу, что лично для меня тема христианского сионизма является принципиальной, потому что я свою алию в Израиль сделал с помощью христианской сионистской организации, они мне помогли с переездом, по целому ряду причин это для нас тема очень непростая, очень непростая тема, ну вот мы попытаемся завтра в том числе этой темы коснуться. Прежде всего мне кажется, что катастрофа вообще не может быть рассмотрена в понятиях награды и наказания и даже может быть ответственности, потому что если мы рассматриваем исторический процесс, то катастрофа не может быть отделена от создания Израиля. То есть пока сегодня мы очень близко, это как бы два отдельных события, но совершенно понятно, что в исторической перспективе это одно событие, и такие события, как разрушение храма или построение первого храма и второго храма и выход из Египта, они вообще не могут быть рассмотрены в такой локальной перспективе. Это слишком глобальное событие, слишком большое. Есть вещи, которые невозможно вообще осознать в понятиях нагляда и наказания справедливости или вообще чего-то такого или вины, потому что это изменение общей истории человечества. И нужно осматривать катастрофу и создание Израиля как возвращение в страну через две тысячи лет после разрушения второго храма и ухода еврейского народа в изгнании. То есть только такая перспектива, мне кажется, осмысленной. И точно так же, как уход еврейского народа две тысячи лет назад был важнейшим фундаментом для формирования и распространения христианства, и без этого христианство бы не сформировалось, так мы его знаем, и нужно было, чтобы еврейский народ ушел. Об этом, кстати, очень Авкух пишет много, что еврейский народ предпочел уйти со сцены исторической, а в нашем поколении еврейский народ предпочел вернуться на эту историческую сцену. И поэтому так же, как уход еврейского народа две тысячи лет назад совершенно изменил историю человечества, так и возвращение еврейского народа должно совершенно изменить историю человечества. То есть мы должны обсуждать с народами мира не катастрофу, не вопрос той или иной вины, не вопрос коллаборационизма. Все эти вопросы, они, конечно, важны, яд вашем важен, все это существенно, и отношения Израиля с народами мира должны быть обсуждаться вообще не в понятиях, было ли хорошо в этих странах или было плохо в этих странах, и виноваты ли они или не виноваты они в том, что в катастрофе. Должно строиться вообще совершенно в другой перспективе. Должно строиться в перспективе влияния Израиля как государства на дальнейшую историю человечества, нашего сотрудничества с цивилизацией западной. Я, конечно, совершенно не согласен с тем, что западная цивилизация умерла, все кончилось. Это, по-моему, ее хоронят не только не первое десятилетие, а не первый век. Ее уже давно хоронили, и это все совершенно преждевременно. Я абсолютно не согласен с концепцией, что вот исламская цивилизация гораздо лучше, и она-то нам научит, как, значит, правильно быть западной цивилизацией. Я считаю, что это совершенно неверно. И, разумеется, я думаю, что западная цивилизация нам гораздо ближе, чем исламская. Но в любом случае, я думаю, что такая концентрация на катастрофе, она вообще неправильна. Нам нужно сконцентрироваться на том, какой, собственно, месседж мы несем человечеству, что мы хотим ему дать, как мы должны сотрудничать и с христианством, и с исламом, чтобы этот месседж передать, как нам правильно построить наши позитивные отношения и с христианством, и с исламом. Не как строить конфликт, не кто кого переборет, а как нам строить с ними сотрудничество. Вот это, мне кажется, самым главным. Первое упоминание Палестины в политическом аспекте – это декларация Бальфора. Декларация Бальфора – это международный документ. Очень неправильно думать, что декларация Бальфора – это просто то, что написал премьер министр остальных дел Великобритании, и какое это имеет значение. На самом деле, с точки зрения международного права, декларация Бальфора – это совершенно фундаментальный международный документ. Не потому, что его написал Бальфор, а потому, что через два года на основе декларации Бальфора был создан британский мандат на Палестину. И поэтому принципы, которые были заложены в декларации Бальфора, они совершенно фундаментальны, и именно они являются международным правом. Значит, Бальфор – это 2017 год. Как всем известно, декларация Бальфора была опубликована в том же номере газеты «Таймс», что и сообщение об октябрьской эволюции. Из этого возникла шутка, что Израиль и Советский Союз стоят давали одновременно. Но декларация Бальфора предусматривала следующее, что в Палестине должен быть для еврейского народа национальный дом, а для всех других – гражданские и религиозные права. Этот есть момент, когда объявляется о том, что евреи имеют право построить свое государство. Теперь, в декларации Бальфора никак не упоминаются арабы, и дальше в байтанском мандате на Палестину никак не упоминаются арабы. И некоторые пытаются сказать, что смотрите, декларация Бальфора несправедлива, евреям дается национальный дом, а арабам не дается. Но это, конечно, совершенно неверно, потому что ровно в то же самое время англичане обещают арабам арабские государства. Только не там, где евреям, а там, где арабам. А именно на Аравийском полуострове Хиджаза дается арабам, Сирия дается арабам, Ирак дается арабам, там Ливан, то, что мы сегодня называем. То есть, иными словами, декларация Бальфора и вся политика Великобритании не прямо в этой декларации, но параллельно с декларацией Бальфора арабам точно так же выделялись государства. То есть, не только евреям выделялось государство в Палестине, а арабам государство в Аравии, в Ливане, в Сирии и так далее. То есть, шел раздел Османской империи, которая проигрывала войну, Первую мировую войну, акупом, где Османская империя была союзником Германии. И территории, которой Османская империя владела, не турецкие территории Османской империи, подвижали разделу между победившими странами. Декларация Бальфора – это часть этого раздела. Поэтому никакого ущемления арабов, как народа, или ущемления арабских прав на государство здесь нет. Потому что параллельно арабам выделяются гораздо большие территории под арабские государства. И это декларация Бальфора. Снала основу британского мандата на Палестину 1920 года. Мандат был сделан, там было несколько конференций Лиги наций после Первой войны, конференция в Сан-Ремо, в Париже, в Лондоне. Несколько конференций, в результате которых родились документы мандата. Это первый раз, когда на государственно-правовом уровне возникает граница Палестины как государственного образования. Предыдущее у нас государственное образование – это государство Хасманеев, а потом Римская провинция Палестина. Теперь, британский мандат является международно признанным документом, который поставила Лига наций и который признает ООН. ООН сам в основании все документы Лиги наций признал, что он их наследует, и все они имеют силу. И это совершенно базовый принцип Устава ООН. То есть это нельзя изменить в самом Уставе ООН. Поэтому территория британского мандата и еврейские права на вот эту территорию являются совершенно международно признанным документом. Теперь, что такое вообще международное право? Международное право – это договора между государствами. Или после большой войны установление победивших государств те принципы, которые они требуют от всех. В принципе, международное право распространяется на тех, кто подписал документ. Или если страны-победители имеют силу навязать, то они навязывают проигравшим или каким-то маленьким странам вот эти вот принципы. То есть вот этот вот британский мандат – это составная часть международного права, до сих пор имеющая, как бы, юридическое значение. Имеем ли следующие статьи. Некоторые статьи из этого британского мандата на Палестину. Первый принцип – это декларация Бальфа. Создание еврейского национального дома, а остальные жители имеют гражданские религиозные права. То есть есть огромная разница. Евреи имеют право национальное на Палестину, то есть государство. Все остальные имеют право индивидуально жить, иметь гражданские права, иметь религиозные права, но не иметь национальных прав. То есть на государство другие общины или другие народы права в Палестине не имеют. Это официальный международный документ. В нем также есть, что никакая часть территории Палестины не может быть уступлена иностранному государству. То есть вот из этого пункта 5, статья 5, это означает, что государство Трансордания создано было незаконно. Что раздел Палестины 1947 года ООН был сделан незаконно. Потому что никакая часть территории Палестины, вот этой большой, по закону международному не может быть уступлена иностранному государству. Теперь, я опять не хочу сказать, что мы как евреи не можем кому-то временно уступить и с кем-то договориться. Но отнять у нас это право на эту территорию невозможно без нашего собственного решения. Теперь, и так же, мандат предусматривал плотное заселение евреями всех государственных пустующих земель. То есть, все израильские поселения в Иудее и Самарии являются абсолютно законными с точки зрения британского мандата. И Британия обязана была разрешать евреям это все строить. И дальше, опять-таки, это право нельзя отнять, если только сами евреи не отказываются. Потому что если евреи рассматриваются именно как организованная сила, не отдельный человек, а именно национальный дом. То есть, вот этот вот принцип, он является полным обоснованием международного права. Поэтому, если спросить с точки зрения там все осуждения, интересно отметить, что все осуждения израильских поселений в ООН, они все делаются с точки зрения применения других принципов, которые неизвестно применимы, с игнорированием совершенно фундаментальных основ международного права. Делается это потому, что международное право это такая штука, которую можно повинуть в любую сторону. Потому что вопрос международного права это вопрос силы государства. Поэтому, как государства как бы решат свою силу применить, так они могут его сдвигать. Но если мы спрашиваем с точки зрения законности, то есть есть разные вопросы. Есть законность, есть сила, есть правоматичность, есть справедливость историческая. С точки зрения законности, вся территория Палестины должна быть еврейским государством. С точки зрения законности. Я не говорю, что так надо сейчас сделать, совсем не говорю, что нужно захватывать Иорданию. Отнюдь. С Иорданией мы пока договорились по имейный договор. Пока они его соблюдают, мы его должны соблюдать. Но законность строительства поселения Бургей и Самарии совершенно однозначная, исходя из этого. С точки зрения законности, главным источником существования Израиля, мы рассказали, является вовсе не решение ООН от 1947 года, а решение Лиги нации от 1919-2020 года. То есть британский мандат на Палестину. В этот мандат была включена Декларация Бальфора. То есть с этого момента, когда она была включена в мандат, в Керс, Декларация Бальфора, она стала международным правовым документом. Само понятие суверенитета берется от того, что та держава, которая захватывает территорию, объявляет ее своей, и все с этим соглашаются. Именно это произошло в Первую мировую войну. То есть до этого Турция владела Ближним Востоком, владела страной Израиля и частью Аравийского полуострова. Турция проиграла войну, Турция признала свой проигрыш, Турция от этой территории отказалась. В этот момент суверенитет от Турции перешел к державам Антанты, то есть тем, кто победил в войне. Эти державы Антанты, они создали Лигу наций, и эта Лига наций решила, что над территорией Палестины, она же сторона Израиля, суверенитет должен принадлежать еврейскому народу. И фактически Лига наций передал суверенитет даже не какой-то определенной еврейской группе, а еврейскому народу как целому. И в этом этот документ о британском мандате, как и все документы Лиги наций, он входит в документы ООН прямо в уставе ООН, то есть ООН в своем уставе признает законность всех документов Лиги наций, они все являются основой международного права, этот документ никогда не отменялся, то есть он продолжает быть действующим. Предложение ООН в 1947 году было предложением, кстати, неправильно думать, что было решением о создании двух государств. Оно было предложением о создании двух государств. Поэтому неверно, что решение Гениальной Ассамблеи создало государство Израиль. Оно вообще не могло бы создать государство Израильное, арабское государство. Мне кажется, что он что-то противоречит мандату с одной стороны, но и невозможно создать государство решением ООН. Решением ООН можно только признать государство, но не создать его. Поэтому ООН, тем не менее, предложила в 1947 году в Западную Палестину поделить на две части, создать еврейское и арабское государство. Еврейское государство было провозглашено в первый же момент, когда его можно было провозгласить, то есть когда ушел британский мандат, а арабы отказались от провозглашения государства. Поэтому даже если считать, что неверно с точки зрения мандата, но даже если считать, что арабы Западной Палестины имели бы право на свое государство, если они не признали предложение о создании, и не захотели создавать, и отказались от этого создания, значит они это право потеряли. Поэтому вопрос, почему евреев в государстве есть в Палестине, а у арабов нет, то ответ первый, что арабов есть, он называется Иордания, потому что еще Иордания тоже находится в границах Палестины. Второе, что когда им предложили в Западной Палестине, они от этого тоже отказались. Раз они отказались, поезд уехал, и их право, даже если бы было, оно потерялось. И, наконец, сама территория Иудеи и Самарии, она, в ней, я уже объяснил, в ней нет ничего суверенитета, потому что в Иудее и Самарии сначала был суверенитет Турецкой империи признанный, потом, после Первой войны, он перешел к Лиге наций, то есть к контакте. Лига наций дала его Британии не толпе и суверенитет, а только под управление, это и называется мандат, под управление для создания еврейского государства. После ухода британского мандата территория Иудеи и Самарии была занята Иорданией, Иордания сначала это аннексировала, что никто не признал, потом она отказалась от этой территории. Итогом, в Иудее и Самарии ничего суверенитета нет. И это редчайшее место на земле, я уже translates, что второе место это Антальтида, где нет ничего суверенитета, потому что Израиль пока не распространил свой суверенитет. Палестинцы сначала отказались от государства, поэтому государства не имеют, Иордания сначала захватила и потом отказалась, а британский мандат ушел. Итог, это единственное, почти единственное место на земле, где нет ничего суверенитета, поэтому его нельзя и осматривать от оккупированную территорию. То есть, Израиль осматривает Иудею и Сомалию как контролируемую территорию, а не как оккупированную. Окупировать можно, только если кому-то другому принадлежит, а ты временно у него забрал. Вот это называется оккупация. Поскольку это никому юридически не принадлежит, то это не может быть оккупацией. Некоторые ссылки на Женевские соглашения, что по Женевским соглашениям на оккупированную территорию государство не может переселять свои граждан и так далее, никак не могут вообще относиться к Иудее и Сомалии, потому что она не оккупирована. Потому что она никому другому не принадлежит. И, наконец, что касается осуждений Израиля, которое в ООН происходит регулярно, то, во-первых, они все являются только рекомендательными. Никакой из них не является обязательным. Вообще, по уставу ООН, решение Генеральной Ассамблеи вообще носит рекомендательный характер. А решения Совета Безопасности являются обязательными, если они обязательные. Ни одно решение в отношении Израиля не является обязательным. Все они являются рекомендательными. И это не случайно, потому что юридически-то все знают о том, что есть мандат Лиги нации, и что, в принципе, это суверенитет принадлежит еврейскому народу. Поэтому они не могут сделать по-настоящему обязывающее решение. Могут только рекомендовать рекомендательное решение. Они не создают документы международного права. Потому что международное право или это то, что все признали, и есть договор об этом. То есть, если Израиль, скажем, договорился с Иорданией и сделал договор по реке Иордан, то только с этого момента, вообще-то говоря, Иордания получила право на существование окончательное. Потому что еврейский народ, который, в общем, суверен, еще вопрос, может ли он отдать Иордании ту сторону Иордана. Но даже если может, то только с этого момента оно действительно есть, что у нас осталось только половина Палестины, так сказать. Но в любом случае, только договора создает международное право. Нарушение международного права, это когда нарушается договор, который с кем-то заключили. И в этом смысле никакой договор Израиль не заключал. Ниакие границы 1948 года, после войны с 1849, точнее года, не являются границами. Они официально в документах записаны как линии прекращения огня. Специально оговорено, что они не границы. По вопросу и арабов, собственно, Израиль был бы согласен, но вообще я уже говорил, что арабы никогда не выпускают случай, упустить случай. И поэтому они реально записаны в этом договоре о перемирии, который был на Родосе принят в 1849 году, записаны как линии прекращения огня, но не более того. Поэтому этих границ до 1867 года не существует вообще юридически. Что это не границы, а линии прекращения огня. Продолжение следует...